Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим двунадесятым праздником Богоявления, Крещения Господня. Этот праздник тесно связан с празднованием Рождества Христова, и в глубокой древности это был как бы единый праздник, почему и другим названием праздника Крещения является слово Богоявления. Потому что Господь пришел в мир в Вифлеемской пещере, но Он явил Себя миру через Крещение на Иордане, когда голос Бога Отца и сошествие Святаго Духа свидетельствовали всем, кто был тогда способен это увидеть и понять, что Бог воплотился и Сын Божественный стал Сыном Человеческим для того, чтобы спасти мир. И мы знаем, какой огромный переворот в сознании людей произвела эта весть, Божественная весть. Была создана огромная христианская цивилизация, и людям казалось, что ничто не может поколебать основы этого христианского мироустройства. Эта цивилизация достигла особого своего рассвета в Византии, и действительно казалось, что благодать Божия сошла на мир. И в знак этого присутствия Бога в мире, промышления Бога о мире, и был построен Величественный Кафедральный Собор Святой Премудрости Божией Софии в городе Константинополе. Он напоминал собой Вселенную, огромный купол, совершенно феноменальное по тем временам, да и не только по тем временам, инженерное сооружение. Гигантский купол без всяких поддержек распростерт был над огромной площадью храма, чтобы этим самым свидетельствовать, что Бог пришел в мир, что высочайшей ценностью человеческой жизни является вера в Бога Творца, а величайшим действием, которым должна быть наполнена человеческая жизнь, связь человека с Богом. Вот так думали наши благочестивые предки, не потому, что они не были просвещены так, как люди 21 века, совсем не потому, а потому что, выйдя из оков язычества, на опыте жизни своей познав всю опасность языческих заблуждений, то есть поклонения ложным богам, с какой же радостью люди приняли весть Бога о пришествии в мир Его Сына, и с какой же радостью отдавали свои мысли, свои сердца, души, а иногда и жизнь за эту веру. Многое прошло с тех пор, и Святая София уже больше не храм, да и многое изменилось, в том числе и в жизни христиан, но одно, я думаю, сохраняется среди верных учеников Спасителя. Это вера в Его пришествие, вера в то, что Он своими страданиями искупил от грехов человеческий род, и вера в то, что Он с нами через нашу жизнь в Церкви, через приятие Его тела и крови в Святой Евхаристии, что Он вместе с нами, когда мы искренне молимся Ему. А если бы не чувствовали помощи свыше, то наверняка бы и не молились. Поэтому сегодняшний день, который является абсолютно замечательным как по своему историческому происхождению, так и по тому благочестию, с которым связано почитание этого события, свидетельствует нам о величайшей милости Божией, о присутствии триединого Бога в роде человеческом, и, конечно, призывает всех нас хранить в сердцах своих веру, стараться жить по законам этой веры, потому что ведь это не человеческие законы, не от какой-то мудрости, не от какой-то философии, которые для одного поколения убедительно и привлекательно, а для последующих становятся пустым звуком. Вот не на этих ценностях мы должны основывать свое мировоззрение и свою жизнь, а на глубокчайшей уверенности в то, что Бог, сотворивший небо и землю и всю вселенную, Господь явился роду человеческому в Сыне Своем Господе нашем Иисусе Христе, который через страдания и смерть даровал нам присутствие в нашей жизни Святаго Духа. Именно силой Божественного Духа и существует Церковь Божия. Силой Божественного Духа существует вера в сердцах людей. Именно эта сила Божественного Духа способна исцелить наши недуги душевные и телесные, укрепить наш разум, дать нам правильные ориентиры в жизни, помочь ни при каких обстоятельствах не поддаваться на искушения, соблазны, но твердо идти по тому пути, который заповедан нам самим Господом через Его святых апостолов. И вот сегодня, в этот день, день, когда мы особенно чувствуем прикосновение к нам в виде освященной воды, божественной благодати, прикосновение к нам иного бытия, иного мира, мы должны ясно сознавать, что этот иной мир совсем недалеко от нас. Он рядом с нами. И когда мы причащаемся к святых христовых таям, мы прикасаемся к телу и крови Спасителя, мы входим в этот мир. Когда нас окропляет святая вода, мы соприкасаемся с этим божественным миром. Когда мы в горячей молитве просим Господа, и особенно когда мы совершаем добрые дела во имя Божье, мы соприкасаемся с этим миром. И это соприкосновение дает нам надежду на спасение и в этой жизни, и в жизни вечной. Всех вас, мои дорогие, я еще раз сердечно поздравляю с этим святоносным праздником. И пусть благодать Божия в ответ на нашу веру и на наши скромные молитвы укрепляет нас на нашем жизненном пути. Аминь. С праздником поздравляю всех вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok